А вы в курсе, что в Сочи с начала года уже произошло более 30 дорожно-транспортных происшествий? В авариях на дороге пострадало больше 40 человек. И два человека, к сожалению, погибли. В городе произошло 15 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Такую статистику сегодня приводят в Сочинской ГИБДД. И, как рассказывают полицейские, большинство из аварий с участием пешеходов происходят именно по их вине. Здравствуйте! В эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. Ну и сегодня гость нашей программы, заместитель начальника ОГИБДД ОВД по городу Сочи, подполковник полиции Александр Кузьмин. Здравствуйте, Александр Владимирович! Здравствуйте, Ольга! Спасибо за приглашение. Спасибо, что к нам пришли. Ну и сегодня мы с вами поговорим о безопасности дорожного движения. Этот вопрос в нашей стране стоит достаточно остро. И, к сожалению, на дорогах ежедневно гибнут люди. Какова статистика по Сочи и вот причиной смертельных аварий что чаще всего становится? Значит, к сожалению, да, вопрос этот стоит очень острый в нашем городе. Но я вам скажу, что причина здесь разнообразная. И в основном, во-первых, количество транспорта зарегистрированного в городе Сочи у нас сейчас более 300 тысяч. Это первое. А второе, что в курортный сезон транспорта въезжает в наш город порядка 600 тысяч. Ну, соответственно, это все прирост транспорта. Соответственно, те люди, которые приезжают сюда к нам на отдых, водители и так далее, нарушают правила дорожного движения. К сожалению, бывают и смертельные исходы. Значит, хотелось бы сказать, что в 2016 году на дорогах города произошло более 13 тысяч автоаварий. И в которых 536 человек получили ранения. 73 человека погибли, к сожалению. Значит, в свою очередь, основными причинами ДТП является выезд на полосу встречного движения, также переход в неустановленном месте, езда в пьяном виде и превышение скорости. Все это ведет к негативным последствиям, летальным последствиям и так далее. Ну вот культура вождения – это одна из таких важнейших составляющих безопасности дорожного движения. И как вот мне кажется, люди, которые садятся за руль, очень часто они вот перенимают на себя какие-то негативные качества. Где-то кто-то подрезал, где-то кто-то не уступил дорогу. Человек начинает злиться. И как следствие может случиться, пусть небольшая даже, но все-таки авария. Вот вы с этим согласны? Да, мы с этим согласны. В свою очередь хочется сказать, что, естественно, все люди, все подвержены эмоциям и так далее. У кого-то какие-то проблемы на работе, в семье. То есть человек сел за управление транспортным средством, поехал в то или иное место, подрезает, нарушает, превышает скоростной режим. Другие участники дорожного движения от этого тоже нервничают. И происходит, естественно, ДТП, в которых бывают и страдают люди, к сожалению. Но не нужно забывать тот факт, что транспортное средство является средством повышенной опасности. И поэтому, когда человек садится за руль, он обязан думать, естественно, о своей жизни, о сохранении здоровья жизни окружающих, пассажиров и так далее, пешеходов в свою очередь. Поэтому непосредственно руководствоваться правилами дорожного движения, естественно, обязаны все мы. То есть сохранить спокойствие в случае, если есть какие-то раздражающие факторы, лучше не садиться за руль и успокоиться? Да, лучше не садиться за руль в этот день, лучше пройтись пешочком, может быть, использовать альтернативный вид транспорта. Но успокоиться, дать время прийти в себя и потом уже поехать аккуратненько и спокойно до места назначения. Ну и, конечно, всем уже давно понятно, что пьяный водитель – это преступник. И не так давно вступил в силу закон, позволяющий привлекать к уголовной ответственности тех водителей, которые повторно сели за руль в нетрезвом виде. Вот какая статистика у нас в Сочи? Много ли таких водителей, которые позволяют себе садиться за руль под шофе? Да, вот я вам скажу, что непосредственно это сейчас большая проблема. За 2016 год было оформлено 2017 водителей, находящихся в нетрезвом состоянии. Ну, то либо отказ от прохождения мета-освидетельствования, статья 12.26 Кодекса об администативных пронарушениях, либо статья 12.8. Так вот, сейчас, с 1 июля 2015 года, вступила статья 264 Прим-1. То есть, говорит она о том, что за управление в нетрезвом виде, повторное, да, уже лицо, управляющее транспортным средством, подлежит также уголовной ответственности. Поэтому это действенная мера, естественно, и хотелось бы привести статистику. За 2016 год было оформлено таких людей 96 человек. То есть, все материалы переданы в суд, и сейчас в суде принимается по ним уже решение. С 2017 года, то есть, получается, не за полный месяц, выявлено 9 таких водителей. Возбуждены также уголовные дела. То есть, есть уже реальные случаи, когда люди попадают за решетку, за то, что... Есть реальные случаи, да, были случаи, когда непосредственно водители уже осуждены, и некоторые из них, естественно, попали за решетку, да, за данное нарушение. Ну вот, хотелось бы еще поговорить об организации дорожного движения. Порой она вызывает какие-то нарекания со стороны сочинцев. И хотелось бы спросить, есть ли такие факты, когда жители города, допустим, самовольно устанавливают какие-то дорожные знаки, где-то по своему усмотрению меняют разметку, если это возможно. Вот что грозит сочинцам за такую самодеятельность, и какую роль в этом вопросе играет комиссия по организации дорожного движения? Значит, хочется отметить, что комиссия по безопасности дорожного движения, городская, она работает еженедельно, по четвергам. В ней принимают участие представители администрации, представители ГИБДД города Сочи и представители организаций, которые, в свою очередь, обеспечивают безопасность дорожного движения в нашем городе. Что хочется отметить, что комиссия непосредственно, она играет очень ключевую роль, потому что организация дорожного движения сейчас лежит на особом контроле. На комиссии принимаются решения для города, для обеспечения безопасности дорожного движения. Значит, также принимаются решения об установке знаков тех или иных. И все это делается в соответствии с ГОСТом. Далее, значит, хочется отметить, что, естественно, есть моменты, когда знаки устанавливаются и самовольно. С этим мы проводим работу постоянную, она находится у нас на контроле. А что касается ответственности, значит, существует статья 12.33 Кодекса об административных правонарушениях. Там четко прописаны меры ответственности. Например, на физическое лицо, которое там установил знак или испортил его, демонтировал, существует ответственность в размере 5000 рублей. Также должностные лица, юридические лица, все подвержены административной ответственности. Но штрафы там гораздо больше. С этим мы проводим профилактическую и именно административную работу в этом плане. То есть, если Сочи, допустим, не согласен с тем, как стоит знак, неудобно для большого количества людей, то проще подать какое-то заявление в эту комиссию, написать, оно будет рассмотрено. Это так? Да, это так. Значит, к нам приходят заявления об этом непосредственно в отдел ГАИ. Также приходят в администрацию заявления. Эти все заявления рассматриваются, проводится работа определенная. То есть, выездные проверки и так далее. Устанавливается факт, назначается административное расследование, проводится разбирательство. И уже по данному факту, значит, либо собственники дорог привлекаются к ответственности, либо те организации, которые устанавливали эти знаки. Но сейчас эта работа стоит на особом контроле. И хочется отметить, что, во-первых, знаки, например, по 3.27, такие как запрещение парковки, остановка запрещена, и таблички 8.24, работает эвакуация, они принимаются протокольным решением комиссии по БДД. Утверждается председательная комиссия. И потом уже после этого знак устанавливается. Все эти комиссии, они надлежащим образом оформляются, охранятся. И так далее. И в результате этого мы уже проводим работу. То есть мониторим те или иные знаки, как они установлены, согласно решению этих комиссий. Если в протоколах комиссии по БДД не прописана установка этого знака, значит, мы, естественно, его демонтируем совместно с муниципалитетом. Вот такая работа нами проводится. Еще в продолжении вопроса о разметке, бывает так, что зебра, так называемая, либо совсем стерта, либо она практически не видна на проезжей части. Как следствие, пешеход может очень легко угодить под колеса автомобиля. Что касается пешеходов, какова у нас статистика аварий с участием пешеходов, и кто чаще всего в таких дорожно-транспортных происшествиях оказывается виноватым? Помимо разметки на пешеходном переходе существуют еще знаки, которые непосредственно устанавливаются перед пешеходными переходами. И каждый водитель, согласно пункта правил, должен знать и соблюдать правила дорожного движения и именно знаки и требования знаков и разметки. Поэтому, если разметка стерта, либо ненадлежащим образом выглядит, значит, естественно, водитель обращает внимание на знаки. Это первое. Второе, что хотелось бы сказать по поводу пешеходов, что участились у нас случаи автоаварии именно с участием этой категории граждан, и непосредственно пешеходы в этих автоавариях больше частники виновны. Поэтому хотелось бы обратиться к этой категории граждан непосредственно и сказать, что переходить проезжую часть необходимо по обозначенному пешеходному переходу. Не перебегать на красный свет, светофора, проезжую часть и так далее. Ну и показывать пример детям, естественно. Мы к этому вопросу еще вернемся. Да, особенно это касается оживленных трасс, либо темного времени суток. Да, вот хотелось бы сказать, что в текущем году 15 автоаварий произошли с участием пешеходов, где 16 человек пострадали. А в прошлом году таких происшествий было зарегистрировано 180. Достаточно много. 28 пешеходов погибли, а 165 получили ранения различной тяжести. То есть это очень большая цифра и необходимо, естественно, по этой категории граждан работать, что мы и делаем. А какую профилактическую работу проводите с пешеходами? И, может быть, часто ли штрафуете тех, кто перебегает дорогу в неположенном месте? Значит, в первую очередь, естественно, мы проводим профилактические рейдовые мероприятия, направленные на обеспечение БДД именно с пешеходами. В свою очередь, это работа на пешеходных переходах, это работа в общеобразовательных учреждениях школьного и дошкольного возраста. Но самое главное, с привлечением СМИ мы стараемся работать уже на улицах с экипажами ДПС ДПС. Приходится привлекать к ответственности пешеходов, а также привлекать к ответственности водителей, которые не предоставляют преимущества пешеходов на пешеходных переходах. Такие водители тоже есть, и их достаточное количество. Ну и в один из таких рейдов вместе с полицейскими мы отправились в Красную Поляну. У нас есть сюжет. Давайте посмотрим. Очередной рейд госавтоинспекторы провели в Красной Поляне. Здесь, в районе горнолыжного курорта Горки-город, дорога четырехполосная с очень интенсивным движением. Но это нисколько не останавливает пешеходов. Тех, которые, чтобы сэкономить время, переходят дорогу, где придется. Ну пешеход он далеко. Девочка, но лучше потерять пару минут времени, тем самым перейти дорогу в безопасном месте. С нарушителями полицейские проводят профилактическую беседу, но и это их не останавливает. Вот, например, эти сноубордисты уже через пару минут после разговора с полицейскими вновь бегут через проезжую часть. И снова не по зебре. А вот, например, эта парочка, переходя дорогу не там, где положено, рискует не только своими жизнями, но и жизнями своих детей. Но своей вины мужчина и женщина не признают. Ну а как? Вот представьте, у вас дети есть? Конечно, есть. Вот представьте, с двумя детьми дойти туда, тяжело. Можно дойти туда, сюда, потом в лакуке из больницы. Да, но я, наверное, не первый раз дорогу перекажу, а в лакуке детьми перейти. Между тем, переход дороги вне пешеходного перехода – это административное правонарушение. Таких только за один день на одном участке полицейские выявили несколько десятков. За отчетный период на территории города Сочи увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Причем данные дорожно-транспортные происшествия в основной своей массе происходят по вине самих пешеходов, переходящих в проезжую часть в неустановленных местах. Госавтоинспекторы призывают пешеходов быть внимательнее на дороге и не рисковать своей жизнью в погоне за сэкономленным временем. Ну а какова ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом? Хотелось бы, чтобы вы поделились какими-то советами по поводу детских удерживающих устройств, автокрестил, бустеров. Что лучше выбрать? Значит, в 2016 году произошло 45 ДТП, в которых 48 детей получили ранения. Значит, хочется сказать, что с начала 2017 года произошло уже две автоаварии, в которых два ребенка пострадали. В свою очередь, в правилах дорожного движения указано, что перевозка детей до 12-летнего возраста в автомобиле осуществляется с использованием детских удерживающих устройств. Ну, в соответствии, там, весу и росту ребенка и так далее. То есть автокресла, они могут быть разной конструкции, формы и так далее. Но хочется сказать, что, естественно, перевозить детей необходимо в этих удерживающих устройствах. Потому что, как показывает практика, при возникновении и участии в ДТП, пассивная безопасность играет немалую роль. То есть, вот, когда ребенок пристегнут, когда он находится в этом детском удерживающем устройстве. Также хочется отметить, что дети, участники дорожного движения, передвигаются по дорогам без сопровождения. Есть и взрослых, идут в школу, со школы и так далее. Нами проводится работа в общеобразовательных учреждениях, как я уже сказал. Также в дошкольных учреждениях, в детсадах, значит, готовятся листовки, раздаются памятки родителям, что мы делаем на родительских собраниях. В свою очередь, это, естественно, улучшает обстановку с детским дорожно-транспортным травматизмом. Мы продолжаем работать в этом направлении. Хотелось бы тоже сказать родителям детей, что необходимо все-таки доводить требования правил дорожного движения детям. И, естественно, может быть, даже взять и прорисовать, как мы уже это делали в начале учебного года, маршруты похода ребенка в школу, со школы. Именно обозначить опасные места, обратить внимание ребенка на те или моменты, чтобы избежать каких-то негативных последствий. Сегодня вы рассказали, что госавтоинспекция Сочи по разным нарушениям уже выписала. И с начала этого года достаточно большое количество протоколов о нарушениях. Все ли платят штрафы? Есть ли какие-то, может быть, злостные неплательщики? И за то, что они не выполняют требования закона, какие меры к ним могут быть применены? Ну, естественно, нет, конечно, не все платят штрафы. Кто-то банально забывает о наличии неоплаченного штрафа, кто-то реагирует умышленно, то есть не оплачивает их. Но вне зависимости от причин, по которым нарушитель не оплатил административный штраф, он может быть привлечен к административной ответственности по статье 20.25 Кодекса об административных правонарушениях. По этой статье существуют меры ответственности вплоть до административного ареста до 15 суток. Либо подвергается нарушитель оплате штрафа в двойном размере. Что нами делается по этому вопросу? Совместно с судебным приставом мы еженедельно проводим рейдовые мероприятия, направленные на установление данных должников именно на улично-дорожной сети города. И в свою очередь это имеет меры воздействия на данную категорию граждан. И что хотелось бы еще сказать, что в 2016 году таких водителей было привлечено 597 человек к ответственности по данной административной статье. А такая мера, как арест на 15 суток, применялась у нас в Сочи? Да, было 57 человек привлечено к ответственности, и некоторые из них были подвергнуты административному аресту до 15 суток. Такие люди были. Ну и в завершении нашей беседы, что можете пожелать жителям, гостям курорта? Все мы участники дорожного движения, мы либо пешеходы, либо водители. Что можете пожелать? Ну, хотелось бы от лица госавтоинспекции, естественно, поздравить всех с наступившим Новым годом. Ну и естественно сказать, что необходимо соблюдать правила дорожного движения, это в первую очередь. Второе, нужно быть взаимовежливыми на дорогах. Не нарушать правила дорожного движения и своими действиями показывать пример для окружающих. Спасибо за внимание. Да, и тогда статистика по ДТП, я думаю, будет более приятная. Естественно. Аварий будет гораздо-гораздо меньше. Необходимо работать всем над этим вопросом, и тогда, я думаю, что у нас в городе все будет стабильно и хорошо в этом плане. Да, ну вам спасибо большое, что пришли. Спасибо за очень полезную для всех нас беседу. Спасибо. То гостью в нашей студии сегодня был заместитель начальника ОГИБТД ОВД по городу Сочи, подполковник полиции Александр Кузьмин. Спасибо. Ну и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...